МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в нашем первом материале. В ходе реализации оперативной информации правоохранители остановили иномарку для проверки документов. Водитель, 31-летний местный житель, был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Мужчина, видимо, настолько с головой ушел в наркобизнес и потерял бдительность, что перевозил запрещенные вещества прямо в салоне своего автомобиля. При осмотре его машины стражи порядка обнаружили пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством каннабис, иными словами, марихуана. Общей массой более 800 грамм. Всего несколько сотен метров, по словам задержанного, не хватило ему доехать до места, чтобы через личный интернет-магазин сбыть содержимое наркозависимым людям при помощи тайников-закладок. В дальнейшем, при проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого, стражи порядка изъяли аналогичное вещество растительного происхождения общей массой около 110 граммов, а также фасовочные принадлежности и весы. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта МГ, части 4 статьи 228 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В Таганроге стражи порядка задержали мужчину, который при себе хранил наркотики и фальшивый денежный купюр. Откуда он взял запрещенные вещества и для какой цели хранил их и поддельные деньги, разбиралась Ольга Алексеева. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечен сбыт поддельных банкнот номиналом 5 и 2 тысячи рублей. Полицейские выяснили, что 38-летний житель города Таганрога, используя сеть интернет, приобрел 38 фальшивых купюр, после чего организовал их сбыт через тайники закладки в городе Таганроге и Ростове-на-Дону. Оперативники установили одну из закладок, откуда изъяли 10 купюр, которые, согласно справке эксперта, не являются продукцией фабрики «Гоззнак». В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли ноутбуки, телефоны, а также три поддельные купюры номиналом 5 тысяч и 2 тысячи рублей. Также у мужчины были обнаружены полимерные пакеты с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета внутри. По результатам физико-химического исследования установлено, что в них находился наркотик N-метилэфедрон массой около 300 граммов, а также апиралидинофенон массой более 30 граммов. Как выяснили полицейские, задержанный планировал сбыть запрещенные вещества на территории региона бесконтактным способом. Сотрудниками следственного отдела, отдела полиции номер 3 Управления МВД России по городу Таганрогу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186, а также частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 примечаний 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В городе Шахты молодой человек в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться с ветерком на автомобиле по ночному городу. Вот только машину для прогулки он выбрал первую попавшуюся ему на пути у гонщика. По горячим следам задержали стражи порядка. Автомобиль, который шахтенец ставил в вечернее время на парковку около своего дома, утром пропал. Такое известие не просто омрачило его день, но и заставило его изрядно понервничать. Недолго думая, он подал заявление об угоне в отдел полиции номер один города Шахты. Оперативники вышли на подозреваемого, 35-летнего местного жителя. Стражи порядка установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения решил воспользоваться транспортным средством. Подозреваемый проходил по улице, когда заметил припаркованную машину. Тут же ему пришла мысль и о том, что он может незаметно ею воспользоваться и безболезненно попасть в нужное ему место. Машина оказалась открытой, да еще и в бардачке он нашел ключи от транспортного средства. Подозреваемый, недолго думая, уехал кататься, но путь его был недолгим. Инспекторы ГИБДД задержали угонщика, которому теперь придется отвечать за содеянное. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 12.8 Кодекса РФ об административном правонарушении управления транспортным средством водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передача в управление транспортным средством лицу, находящимся в состоянии опьянения. В районе Каменск-Шахтинска промежутком всего в пару часов на одном и том же месте произошло два страшных ДТП, в результате которых погибли люди. С подробностями Александр Мухин. 7 марта в 2 часа 50 минут на 269-м километре автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся в встречном направлении пассажирским автобусом «Ютанг», следовавший по маршруту Москва-Волгодонск. В результате ДТП водители пассажир легкового автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Водитель и 26 пассажиров пассажирского автобуса «Ютанг» не пострадали. Спустя 20 минут на данном участке автомобильной дороги, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Logan не выбрала безопасную дистанцию, допустила столкновение с остановившейся впереди по путному направлению перед дорожно-транспортным происшествием грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате данного дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового автомобиля Renault Logan скончались на месте происшествия. Выясняются причины и условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия. В минувшие выходные в Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялся инструктаж и развод нарядов полиции. В Ростове-на-Дону прошел совместный инструктаж и развод личного состава комплексных сил и средств полиции на охрану общественного порядка. Совместно с полицейскими в разводе участвовали представители казачьей дружины, добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии. Коллеги, сегодня мы проводим единый инструктаж, связанный с особенностями несения службы и охраной общественного порядка. Перед началом инструктажа начальник отдела охраны общественного порядка управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, подполковник полиции Николай Макраусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения сотрудниками полиции правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения. Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, особенностями обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах, а также с ориентировками, с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших. В завершении развода полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в Донской столице. Сегодня сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции отмечают профессиональный праздник. О том, кто работает в этом подразделении и с какими видами преступлений приходится сталкиваться полицейским, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В минувшем году правоохранительными органами было выявлено более трех тысяч преступлений экономической направленности. Пресечено более трехсот преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. По итогам работы за 2021 год Ростовская область занимает первое место по Южному федеральному округу по количеству выявленных преступлений в сфере налогообложения, оборонно-промышленного комплекса и противодействия криминальному банкротству, а также в кредитно-финансовой сфере. Второе место по числу скрытых преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, противодействия легализации преступных доходов. И третье место по количеству учтенных преступлений коррупционной направленности, в том числе против государственной власти. На протяжении всего года борцы с экономической преступностью пресекли незаконный оборот биологических ресурсов. Так, в конце минувшего года сотрудники этого подразделения задержали уроженца Краснодарского края, который в Волгодонском районе Ростовской области организовал частный цех и использовал в качестве сырья незаконно выловленную рыбу, а затем сбывал ее посредникам. На складе сотрудники полиции совместно с представителями региональных управлений ФСБ России Россельхознадзора и Росрыболовство провели обыски. Была обнаружена занесенная в Красную книгу рыба порода Шимая в количестве более 5 тысяч штук, а также запрещенный к вылову на территории нашей страны судак непромыслового размера в количестве более 7 тысяч экземпляров. Всего сотрудники полиции изъяли 75 тонн рыбы. В результате противоправной деятельности причинен ущерб на общую сумму порядка 30 миллионов рублей. На сегодня одним из распространенных преступлений является изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивых денег и ценных бумаг. Чаще всего злоумышленники покупают поддельные деньги в интернете, в том числе с помощью профильных каналов, которые в мессенджерах создают фальшивомонетчики. Как правило, фальшивками пытаются воспользоваться в крупных торговых сетях, на рынках, в продуктовых и строительных магазинах. Сегодня сотрудники полиции не только ведут борьбу со злоумышленниками, но и на регулярной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительные беседы с продавцами о том, как различить фальшивку и что делать в случае ее обнаружения. На территории Ростовской области сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ежедневно ведется колоссальная работа, благодаря которой полицейскими были изъяты крупные партии нелегальной алкогольной продукции и табачных изделий. Кроме всего прочего, на территории Донского региона выявлены и закрыты подпольные и горные заведения, в которых подозреваемые занимались организацией и проведением азартных игр, а также многие другие преступления, о которых журналисты рассказывают в СМИ не только Донского региона, но и на федеральных каналах. Размер причиненного материального ущерба по всем преступлениям экономической направленности с обязательным предварительным расследованием в прошлом году составил свыше 7 миллиардов рублей, наложен арест на имущество на сумму свыше 8 миллиардов. И на достигнутом, как говорят сами стражи порядка, они останавливаться не собираются. Впредь готовы выводить на чистую воду всех тех, кто приступает закон и обманывает государство. В этот день хочется от всей души поздравить всех сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с вашим ведомственным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, минимальной отчетности, максимальной работоспособности, множества достижений, карьерного роста и благополучия в ваших семьях. А на сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать в рамках программы «Закон и город». В студии с вами была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. До свидания.